Не было как подалево войскам, что людям просто не было подороги. Поэтому либо находятся в зоне АТО, либо в 37-м ходу. Сейчас приходят люди, но, к сожалению, очень большая часть их не служили. Что? То есть они сейчас находятся там и помогают ребятам. У вас возможность живучести, больше выживаемости в бою. Мы с військоматами очень тесно работаем. Когда прийдет ворог, чтобы ты знаешь... Многие хотят добровольцами идти в тот же 37-й батальон, но, опять же, возвращаемся к этому вопросу, что они хотят охранять свою область. То есть они готовы воевать, они готовы защищать, но готовы защищать свою область, потому что много уже войск находится на территории Восточной, то есть Донецкой, Луганской. Конечно, тоже это очень тяжелый труд, потому что если на сегодняшний момент, и мы надеемся, что все-таки новая Верховная Рада примет закон, имеющую какую-то социальную защиту для наших бойцов, то есть сегодня эти люди не получают зарплату. Эти люди не имеют никакого статуса. Эти люди с оружием в руках, в том числе, не служат службой на блокпостах. Не очень часто продается, как бы, публичная огласка, та работа, которая ведется... То есть по тихо шесть патронов стрельнути, чтобы кто никогда... Чтобы можно было... Мы не есть войсковые, мы не есть функциями милицейскими. То есть большинство организаций, которые створены, добровольцы у нас в Запорожье, и вообще в Украине, они створены с элементами милицейских функций. То есть у нас, согласно законодательству, ничего не предназначено. Мы же по этому пути не пошли. У нас принципово мы не выполним милицейские функции. Можем сказать, что мы призвали, подчас проведения трех черв мобилизации, понад пяти тысяч військовозобовязанных. Из них понад две тысячи человек сейчас проходят військовую службу в подразделах, військовых частинах, которые находятся в зоне проведения террористической операции в Луганской и Донецкой областях. Значит, большинство наших військовослужбовцев, которые сейчас призвались по милициации из Запорожьей области, проходят службу в нашей 55-й окремной артиллерийской бригаде, понад тысячу человек. Также значительная количество, понад 500 человек, проходят службу в 93-й окремной механизованной бригаде.